Наша сегодняшняя задача выяснить, какая снасть будет уловистая на леща. Я буду ловить на поплывок, а я на вормышку. Пойдем сверлиться, кормиться, а потом будем ловить. Пока Юра сверлит свои лунки, я замешаю прикормку. Узнал проверенный рецепт, который гарантированно здесь работает. Это готовая универсальная прикормка в воде в черный лещ. Прикормка с таким ароматом, который работает в холодной воде. Их я буду смешивать в пропорции 50 на 50. Сухую прикормку замешиваем, как обычно, но только подождать надо подольше. При минусе, в холодной погоде, прикормка очень плохо себя впитывает в воду. Хорошо, конечно, замешиваться дома. Чтобы не морозиться, сейчас не отмораживаю себе пальцы на руках. Ах ты ж, холодная какая вода! После того, как сухая прикормка впитала в себя достаточное количество воды, я добавляю туда готовую прикормку. Так, надо раздавить готовую в пакете. Вот так вот. Четыре пакета, ну, соответственно, пакеты по полкилограмма, это два килограмма. Итого получается 50 на 50. Два килограмма сухой смеси, два килограмма готовой. Должен получиться прям убойный лещовый запах. Мои пальцы уже ничего не чувствуют. После этого переставляю шуруповерт на быструю скорость, перемешиваю все, чтобы от готовой не было комочков. Ну и все, мы готовы закормиться. Световой день короткий, надо, чтобы рыба приплыла на точку. Ну и все будет быстро. Лунки у нас с Сашей разные, но прикормка будет одна. И поэтому я сначала закормлю свои лунки, а потом закормлю Сашиной лунки. В прикормке тоже есть некоторые хитрости, точнее, как правильно пустить кормушку на дно. Вот наша замешанная прикормка, которую Саша любезно замешал. И маленькая коробочка с мотылем. Здесь не очень принято кормить с мотылем, поэтому для своего успокоения я просто буду бросать маленькую щепотку крупного мотыля прямо внутрь кормушки. Забиваю примерно половину кормушки, маленькую щепотку мотыля, чтобы он был внутри. И еще прикормки. Делаю прикормку в кормушке достаточно плотно, чтобы по дороге особо ничего не вылетало. И самое мое, так сказать, любимое крепление кормушки – это вот такие два усика, которые вставляются в отверстия. Вставляем их на воздухе. И ни в коем случае не пытаемся опустить кормушку на воздухе. Сразу вставил и опускаю кормушку сразу в лунку. Вот таким образом. Кормушка закрыта. И опускаю. Беру леску через пальцы, чтобы понимать глубину. У меня через каждый метр специальный узелок и кембрик, чтобы знать глубину. Здесь глубина примерно восемь с половиной метров. Это выход из ямы на полив. И вот так через пальцы медленно опуская ее на дно. Почему медленно? Потому что кормушка пластиковая, скажем так, тихая. И для того, чтобы кормушка опустилась ровно под лунку, нужно обязательно опускать ее медленно, контролируя. Контролируем. Вот, примерно, вот это девять метров. Почти восемь и семь. Теперь делаю маленькое натяжение, скажем так, отрывая кормушку от 1, примерно на полметра. И не очень резким движением вытаскиваю защелочку. Оп! И я прям чувствую, как она вылетает из замочка, и корм высвобождается. Подожду буквально несколько секунд, чтобы корм ровненько опустился, прям под лунку. И выматываю. Такой процесс прикорки будет на каждой лунке. И на моей, и на Сашинах. Несколько слов о том, как я стартовал. Это первая моя лунка сегодня. Я сделал, во-первых, шесть лунок, три... Ну, как я представляю себе, что глубина туда уходит по продолжающемуся свалу. Значит, и три параллельных луночки. Между лунками метров 15. Между вот этими тремя сериями получается тоже метров 15. Такой квадрат из лунок, прямоугольник. Глубина у меня примерно от 8 до 9 метров. Начало с большой мормышки. Мормышка вольфрамовая, медная. Такая, ребята говорят, что очень хорошо здесь ловится. Для тех, кто заметил в прошлый раз, что я ловил плоту на неплотвенный кивок на окуневый. Ну, это не принципиально, кто как удобнее. Но вот сегодня я такой зарядил классический лещовый длинный кивочек. Сантиметров, наверное, ну, 10, наверное, точно. Поэтому сегодня будет у меня игра хорошая. Да и прошло уже после закорма, наверное, уже минут 30, а может быть даже 40. Ох, по опыту я знаю, что если рыба не очень активна, то собираться она может долго, и 2, и 3 часа. Вот. Если активно, и мы попали в рыбу, то быстро будет реакция ее. Тяжело ловить. Холодно из-за того, что сильно ветер дует. И неудобно играть мормышкой, потому что она сбивается. Вот. Ну, вот первая моя луночка. Традиционно стучим по дну. И потом потихонечку поднимаем насадочку кверху. Очень часто лещ любит, когда подъем не быстрый и игра плавная. Такая напоминающая, не знаю, покачивание мормышки, наверное. Я думаю, что как раз вот на 8 метрах это просто будет просто покачивание, легкие покачивания мормышки. Ну и что еще хотел сказать, что водоем мне не так сильно хорошо знаком. По большей частью мои знакомые разные ловят здесь. Опа, поклевочка. Оп, есть. Первый рыб. Так, а вот теперь лесочку надо выкладывать на лес, чтобы она у меня в этот самый не собралась. Их, маленький подлещечек. Ну вот он такой ловится здесь. Или густерка это? Что это такое? Похоже на густерку скорее даже, наверное. Я выпущу. Давайте выпустим первого. Ну что, начало положено. Я не ожидал так быстро, что у нас будет рыба. Да, еще, когда ловишь подлещика, особенно зимой, особенно когда он такой непонятный, то лучше перенасаживать всегда свежего мотыля. Живая насадка всегда лучше соблазняет рыбу на поклевку, чем подавленная насадка. Кстати, Алексей, скажи Юре, что у него там у лунки, между лунок расстояние большие, чтобы он не оставлял рыбу у лунки. Потому что здесь вороны и чайки уносят рыбу в 3 секунды. Установку по поводу ворон от Саши принял. Да, тут действительно, вон они прыгают уже возле лунок. Иди отсюда! Иди отсюда! Я думаю, что если поймать рыбу, бросить, они сразу налетят и сожрут. Тем более расстояние между лунок у меня реально большое. Метров по, наверное, по 30-35. Вот, если я уйду, точно атакуют. Ну, а ловлю я, как обычно, уже всем привычными поплывочной снасти для меня. Это зимняя кобылка, поплывок, ну и внизу грузило и крючок. Все классически. Сказали, что в этой локации много подлещика, леща. Здесь ямы недалеко. Ну, вот мы тоже тут по совету бывалых нашли место. Я рассверлился. У меня 8 метров в следующей лунке. Тоже 8. А потом крайнее. Там уже начинается полив. Там уже почти 4, там 3,70. Ну, где-то я на этой лунке уже, наверное, минут 5-7. Ну, и даже задевов не было. Если бы я сравнил бы с подмосковным, скажем так, водохранилищем, с той же там Можайкой или Рузой, наверняка бы здесь я уже поймал несколько маленьких подлещиков. Вот, потому что рыба на наших водохранилищах подмосковных по-честному активная. Она прям сразу бежит на прикорку на мотыля. А здесь по установке местных рыбаков есть стада леща. Они перемещаются как-то с этой ямы на поливы, на более глубокие участки ямы, там где-то в районе 10 метров, вот немножко левее, глубже. Но самые перспективные места – это вот, грубо говоря, 8-9 метров. Но, насколько я понимаю, надо ждать, когда эта стая леща приплывет, увидит мою прикормку, моего мотыля и задержится здесь возле лунки. И я успею поймать несколько рыб, а потом пойду на следующую лунку, там тоже самое, ну и тем самым буду как бы собирать ту рыбу, которая будет останавливаться возле прикормки. А потом уже, когда рыба совсем почувствует прикормку и будет прям сильно стопориться возле прикормки, будет и самый настоящий активный клев. Но он пока еще не наступил. Волна! Рябь в лунке! А что касается игры, то очень часто, да и всегда надо возвращаться к ударам по дну. Ну, нравится лещу эта тема – удары по дну. Вот. И такая плавненькая игра, и перемежающаяся игра. Но на самом деле игра, она может быть и активная, и надо смотреть, на что рыба будет реагировать в определенный день. Бывает, что особенно крупная рыба берет на такую медленную-медленные покачивания, таким, просто покачиваешь, 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 она берет. А бывает, она реагирует часто на проводку. Этот маленький подлещик среагировал как раз на довольно быструю проводку. Оп! Поклевочка! Есть! О, вот уже покрупнее рыбеха, кстати. О, смотри-ка! Оп-оп-оп-оп-оп-оп! О! Всеводобный подлещик! Мне уже тут нравится! Так, не забываем менять насадочку. О, кстати, по поводу цвета мормышки, частенько лещ реагирует на такие притемненные цвета. Вот сейчас у меня темно-медно, я даже не стал зачищать ее. Ну, знаю, что вот на моем любимой красного гардейке рыба чаще ловится на медной, чем на светлые мормышки, там, никлированные. Поэтому на эту рыбалку я как раз и медях навязал. А ребята, если даже ловят на черные мормыхи, я думаю, что чем ближе к весне, тем черная мормышка будет даже интереснее. Вот. А я такую универсалку взял, с которой не прогадаешь точно медяха. О, сидит, сазан. Попылочек так вбок поплыл, так медленно, медленно. Ну, такой себе. Не трофей, конечно, но по местным меркам рыба. Вот такой. Пока мы его бросим туда. Проклюнул. Я сам не ожидал. Сейчас смотри, что-то куда-то он вбок поплыл, поплывок. Очередной раз поплывок побеждает перед мормышкой. Что я думаю про Юрия на рыбалку, его перспективы, я думаю, что у Юры будет лучше, чем у меня. Потому что так же, вот с ребятами говорил, они в последнее время ловили на неподвижную как раз вот на крючок. Но днем бывали у них рыбалки с активной игрой. Поэтому, но я думаю, что вот мою рыбалку здесь в четверг, когда я готовился к какой-то съемке, то однозначно крючок был лучше. Так что я думаю, что Юра как раз меня все-таки опередит. Несмотря на то, что у него всего сколько лунок? А у него всего четыре лунки против моих шести. Ну, может быть, я просто соберу быстрее рыбу за счет того, что у меня динамичная рыбалка, я могу быстро перемещаться. Так, интересно, вот прям необычная вещь, потому что по опыту моих лещевых рыбалок, когда ты приходишь на лунку и подлечик там присутствует, то он выдает себя быстрыми поклевками. Там, три раза постучал по дну, на четвертый поклевка, потом опустил на дно, чуть-чуть поиграл, там одну проводку, две поклевка, ну и так дальше. А здесь я, ну, я уже реально собирался уходить и поскольку общаюсь с вами, то мне нужно время рассказать о водоеме, и все. Я задержался на этой лунке и вот играл, 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 поклевка. Такое ощущение, как будто он где-то крутился вокруг и приплыл просто на игру, а не на прикормку. Причем на активную игру он взял. А, пошла жара, пошла жара. В палатке мало того, что тепло и хорошо, а еще и клюет. Резервная лунка, она отличается комфортом. Комфортом того, что сверху этой лунки. В принципе, больше ничем. Перешел на новую луночку. На предыдущей почему-то интересно. Была поклевка, и опять рыба не взяла ее. Перепад между лунками у меня сантиметров, наверное, в 20. Туда глубже, сюда мельче, соответственно. Лунок очень много, место популярное, все кормят. И очень по опыту знаю, что леща, вот если кормили вчера где-то, удачно покормили хорошей прикормкой, и он где-то встал под лунку, перетащить на новое место это крайне проблематично. Поэтому ловим весь день, смотрим, надеюсь, что удастся переманить его. Ну и даже вот такая интересная тактика есть. В принципе, вот если бы мне не нужно было бы бегать, я бы пришел сюда бы вчера и хотел бы наловить вот именно сегодня много рыбы. Я вот тут закормил точку, спрятал бы ее там, скормил бы там под палатку под три лунки. Но так вот накормил бы ее туда с мотыльком бы и хорошими порциями. Сегодня пришел бы и сел бы, я на сто процентов уверен, что я бы сегодня наловил. Так с чистого листа и это, конечно, немножко сложнее. Но я думаю, что это возможно. Смотри, Саша, у тебя это, трупненький попался. Да тут вещара просто вообще. Ну, у меня таких там побольше. Чего? Знаешь, что заметил? Вот я же рассверлился, как бы у нас есть точка сбора, скажем так, палатка, и там три большие кормушки засыпал в каждую дырку. То есть, получается, в одну лунку три больших кормушки. И еще за палаткой с одной стороны где-то метров сорока и в другой пятидесяти по одной дырке, скажем так, тоже там закормил. Но там прикорки мало. У меня такое впечатление, что вот где больше прикорки, туда и приплывает. Так я вот, я тебе говорю, я вот эту лунку пришел, думаю, дай докормлю. Лунка была мертва абсолютно. Докормил, сюда на дно и два шарика бросил так, ну, таких, знаешь, даже не слеплял, чтобы они развалились и никуда в струну не уходили. Ну, здесь течение так вроде не сильно давит. Вот. И прям пришел сюда, и вот один, второй. И причем второй крупный. Ну, вот может, все-таки объем прикорки срабатывает, потому что поплывки, вот почему, я вот ты по мормышке не понимаешь, как бы есть она или нет. Клюет и не клюет, все. А по поплывкам, по движению поплывкам видно, что рыба плавает. У меня поплывок частенько, как бы, неестественное движение создает, то есть задевает рыбу поплывок. То есть где-то в толще он тут проплывает. Глубина 8 метров, даже где-то 8,5. И движение рыбы присутствует. Но вот пока самые удачные, как бы, как я никуда не ходил, в нашей точке сбора самые удачные лунки вот эти, где больше всего прикормки. Я там и больше всего рыбы поймал. Вот хотя у меня надежда была, вот на переходе, грубо говоря, с 8, там на 4, думал там поливчик и что-то выйдет, ничего там не выходит. И вот одна рыба клюнула на самой глубокой лунке, там где почти 9 метров. Я сейчас пойду, подокормлю, все-таки может... Слушай, а что думаешь, может быть немножко сносит прикормку, все-таки какое-то донное там... по поплывкам также видно движение воды. Скажем так, на наших водохранилищах подмосковных движение воды оно стандартное. Оно движется в одну сторону и все. все время поплывок плавает. Я уже прям в шоке был. Я думал, может рыбы там как-то нет. Тут явно видно, что все-таки движение кораблей плюс, не знаю, может объем воды безумный, может как-то все-таки носит туда-сюда и рыба поэтому и движется. если у нас она стоит в одном грубо говоря месте просто живет и все, то здесь она точно передвигается, потому что движение воды я не знаю как его назвать, оно во все стороны. выход не вы, поэтому я думаю, что какое-то круговое движение то не туда поведет, то ветер туда хоть подо льдом наверное ветер не так сильно влияет, но я думаю, что движение воды не всегда в одном. даже вот на выходе есть. сколько корабля, километр образно. Какое-то движение воды все равно здесь создается и поэтому и движение рыбы оно тоже есть. И приманить ее непростая задача. Друзья, время подводить итоги. Сегодня рыбалка была для меня крайне трудовая. Не знаю, как ты оценишь свою, Юр? У меня нетрудовая. Нетрудовая? Нетрудовая. Вообще рыба присутствует в водоеме так, но вот после того, как я получил на третьей лунке четыре поклевки подряд, причем классических с подъемом кивка, при этом даже не ударил по губам рыбе, то я тут стал сильно вот как-то так переживать за результат, потому что обычно об этом ничего хорошего не говорится. Но, тем не менее, вот худо-бедно, все поклевки, которые были в дальнейшем вот эти пять штучек, один сначала поймал, еще четыре, потом долавливал, все они были с поклевками потом уверенными. Но столько времени проводил на лунке вообще прям долго-долго, и с такой погодой холодно было ее. Ну, тебе могу сказать, была еще такая локация, как бы такая собранная, грубо говоря, 15 метров влево, 15 метров вправо, ну, такой круг радиусом 30. Ну, это классическая ловня, лещевая. Классическая лещевая на мормышку, если ты знаешь, где рыба. Хотя нам сказали, что здесь рыба есть, но ее не так много. А у меня тактика была привычная, грубо говоря, это было у нас место сбора, палатка и там дырочка. Ну, и с большой разбросом у меня было до крайней лунки отсюда у меня метров, наверное, 50 от нас и метров 20 вправо до другой. То есть у меня было раз, два, три, четыре, пять дырок. Больше всего закорм я сделал там, где палатка. На самом деле, меня спас этот большой закорм, где было много реально прикормки, рыбы было на что приплыть. Я уже потом понял, что количество прикормки сегодня сыграло, ну, для меня большую роль, потому что количество рыбы, пойманное по сравнению с тобой, у меня, ну, в два раза больше. И я видел движение рыбы по плывок все время, ну, не все время, но часто ходил, и рыба плавала. На прикормки. А вот удаленные дырки, которых было мало прикормки, скажем так, классическая ловля у нас на водохранилище, это небольшое количество прикормки, рыба на нее собирается, стоит, и ты ее ловишь. То есть здесь нет, рыба здесь действительно кушает. Я поймал густерок, немало, скажем, половина улова, это густера небольшого размера, и когда ты ее достаешь, там видно, что она с прикормкой, с мотылем внутри, то есть она выедает. Скорее всего, здесь нужно реально обращать внимание на прикормку, потому что рыба к ней приплывает. Наглядно это было, видно, у меня. Ну, кстати, да, я это говорил в процессе рыбалки, что после закорма я три лунки закормил, дополнительно, вот, наверное, уже там за пару часов до завершения, и три оставил некормленными. Вот с некормленных я больше не делал ни одной поклевки, а с кормленных я вот и поймал, в общем, всю эту рыбу. Могу сказать со своей стороны, что поплывок опять победил вормышку. Очередной раз. А ты знаешь, так и предвиделось, потому что ребята мне говорили, поплывок здесь рулит, поэтому я, в общем, не удивлен. Ну, надежда, то умирает последний. Спасибо, что были с нами, не забывайте подписываться, ставить лайки, делать комментарии, вопросы, пожелания тех видео, которые хотели посмотреть в дальнейшем. С вами был Юрий Семцов и я, Александр Дунаев, до свидания. Спасибо за просмотр.